К середине декабря в городе установилась по-настоящему снежная зима. Пора активного отдыха, время для коньков, лыж, санок. Также рассудили в администрации муниципалитета и дали распоряжение проложить лыжню в четырех точках города. Можно начинать раскатку. В парке Степаново, причем две, одна классическим ходом, другая коньковым. В парке Харенка прокладывают, также в парке Революции пятого года потихонечку. Погода не позволяет по-настоящему сделать, но все-таки в процессе. Еще одна лыжня проходит от улицы Нижней. Любители покататься с нетерпением ждали прокладки всех трасс. Парк Харенка – одно из излюбленных мест для спортсменов и любителей активного отдыха. Радуют здесь посетители и свежая трасса, и погода. Тихий день с небольшими осадками, не холоднее минус десяти. Вот настоящий рай для лыжников. Татьяна Нотина бывает здесь почти каждый день. На олимпийские рекорды не претендует. Катается просто так для здоровья и хорошего настроения. В этот раз, да, попозднее снега же долго не было. Ну все прямо ждали снега. Вот как только он появляется, все начинают, конечно, все рады, все ждут. Даже сейчас люди почти его и нет. И то вот по льду, и то сколько бы этих людей проезжали. Нет, конечно, всем очень хочется. Куча хорошего воздуха, отличное потом настроение. И, собственно, чтоб, да, с пользой провести время свое свободное. Все-таки на пенсии времени много. Вот спасает парк. Чтобы покататься, вовсе не обязательно покупать лыжи. Можно взять их в прокат прямо здесь, в парке, на лыжной базе. Весь набор для покорения снежных трасс за 150 рублей. В прокат мы сдаем лыжи, ну то есть целый комплект лыжи, ботинки и палки. Лыжи взрослые и лыжи детские, которые в этом году вот как раз пользуются наибольшей популярностью. Еще в прокате также у нас санки, санки пластиковые, санки ватрушки. Желающих провести свой выходной не на диване перед телевизором, а на увлекательной лыжной прогулке с каждым годом все больше. Есть вероятность, что на трассах в период грядущих новогодних праздников будут настоящие пробки. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.